Самарские таланты Что здесь будет, кого мы будем честовать Мне кажется, это будет удивительно Что мы сегодня разыгрываем, Виктор? Сегодня мы разыгрываем билеты в театр Самарская площадь Спектакль состоится 28 мая Название, собственно, спектакля «Чайка» Это удивительный спектакль, который уже с большим успехом Идет в Самарской площади не один год Но и также мы для вас приготовили билеты в кино Так что же за самарские таланты? Я думаю, для начала нам стоит посмотреть сюжет Так сказать, немножечко вернуться в прошлое Как мы отправляли наши самарские таланты Куда мы их отправляли И что из этого вышло, узнаем уже совсем скоро Через несколько минут Не переключайтесь Милюзя Зайдулина Профессии модельера одежды мечтала с детства Сегодня она создает интересные, модные и практичные вещи От идей до воплощения А в перспективе планирует возрождать и развивать легкую промышленность России Стремление к успеху и трудолюбие Милюзя доказала, став победительницей чемпионата профмастерства WorldSkills Russia Сначала на региональном этапе, затем и на окружном Я считаю, что многие люди меня заметили Думаю Показала то, чему нас учат в техникуме Я в первую очередь Показала себя С другой стороны, я посмотрела на то, как работают другие люди Для дальнейшего, я считаю, это большим плюсом Чемпионат WorldSkills имеет мировые масштабы Цель движения – повысить престиж рабочих профессий В России первый региональный чемпионат прошел именно в Самарской области Три года назад Идею поддержал губернатор Николай Меркушкин В этом году за звание лучшего в 12 профессиях в Самаре боролись более 70 молодых специалистов Отчетверо сумели доказать свой профессионализм на уровне Приволжского федерального округа Теперь эти ребята отправятся в Казань на всероссийский этап WorldSkills Russia Самарская команда – это модельер, повар, кондитер и электромонтер На конкурсе Равилю Атласову пришлось выполнять реальные производственные задачи В компетенции электромонтаж мы собирали монтаж осветительной сети, приближенных к жизни, скажем так, и силовую цепь опуска двигателей с реверса Популярность рабочих профессий не быстро, но все же растет, что важно для Самарского региона, промышленность которого за последние годы стала активно развиваться, отметил на встрече с победителями окружного этапа WorldSkills Russia глава администрации Самары Олег Фурсов У нас очень большие сейчас заказы с НТК Кузнецов, ЦСКБ Прогресс, у нас есть ряд перспективных разработок И, конечно, потребность специалистов высокого класса, она колоссальна И проведение вот таких конкурсов, как WorldSkills Russia, оно позволяет создать интерес к рабочим специальностям Соревнования рассматриваются как олимпиада, есть возможность получить новое оборудование, поработать на нем Все силы самарские студенты бросили на подготовку к соревнованиям в Казани В случае успеха нашим ребятам предстоит выступить на европейском и мировом этапах конкурса А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире Телефон для ваших звонков 202-11-22 Звоните, задавайте вопросы нашим гостям и участвуйте в розыгрыше А сейчас перед вами на экране появятся кадры с фильма А, нет, не кадры с фильма А сейчас я вам задам вопрос и предложу три варианта ответа Коварный ты человек, Виктор, путаешь наши зрители Давай-давай вопрос Итак, вопрос звучит следующим образом В каком году состоялся первый чемпионат WorldSkills? Соответственно, три варианта ответа 1900-1945, 1947 и 1950 Соответственно, правильный ответ нужно сообщить нам, позвонив студию по номеру 202-11-22 Юля, что же ждет наших зрителей дальше? Наших зрителей ждет знакомство с удивительными людьми Давайте, надеюсь, встречать аплодисментами Победительница финала третьего национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Дизайн костюма, так называется ее компетенция, Мелюзя Зайдулина Здравствуйте, Мелюзя! Здравствуйте! Довольны своей такой вот замечательной ученицей? Конечно, довольны Мы не ожидали такого успеха Но надеялись У нас были перспективы поехать на мировой конкурс И там тоже победить И нам пока все удается Это здорово, Мелюзя, но когда ты узнала, да, я понимаю, вся неделя была напряженная, вы были в Казани Каждый день какие-то там задания, так называемые модули, да, для вас Что делала в течение всей этой недели, что за модули конкретно для тебя по твоему дизайну костюмов? Что ты делала? В первый день мы отшивали юбку Какую-то необычную юбку? С двумя кокетками на обтачке Так Вот, второй день это был как бы дизайн футболки И на третий день это наколка модель на манекене И как? Руки дрожали? Иголки сыпались? Нет Все было хорошо? Да, все хорошо Ну, и когда ты узнала, как говорится, вот ту самую важную и полезную информацию для тебя, что ты заняла первое место, так называемый голд, получила, что за эмоции у тебя были? Я не ожидала Не ожидала? Нет, я думала Скромность Думала, что не получится А конкуренты сильные были? Соперники? Что ты можешь о них рассказать? Может кто-то запомнился из них? Ну, конкуренты были сильнее, чем как бы в окружном этапе Но, не знаю Но победа все-таки досталась тебе, это отлично Кстати, вот информация для наших зрителей, что было, в общем-то, достаточно большое количество участников, но в медальном зачете первое место заняла Республика Татарастан, у них 69 медалей На втором месте Свердловская область, 61 медаль и замыкает тройку лидеров Москва, 60 медалей. Что можно сказать про самарскую делегацию? А я могу сказать, что у нас было немного, у нас было всего 10 компетенций и из 10 компетенций у нас 5 медалей Это просто результат, который говорит о том, что мы тоже имеем возможность победить и в командном зачете Ну, я так предозреваю, надо подкопить просто еще участников и на следующий год выдвинуться То есть пытаться готовиться к этим компетенциям, к новым компетенциям, какие есть в Самарской области и вообще в регионе во всем И двигаться вперед Ну вот придет Мелюзя в свою родную технику Что ее ждет теперь? Работа То есть работать будешь скалывать? И учеба Работать и учиться, и куда дальше после этого чемпионата? Какие же планы на будущее у вас? Ну, ехать на мировой уровень А куда поедете? Неизвестно Пока еще неизвестно Ну, пока не выбирали, потому что каждый год после конкурса, который проходит в этом году в Сан-Пауло, Бразилии, будет обсуждение следующего конкурса То есть что-то такое, наверное Да, мы идем через год по движению, потому что по предыдущим годам, когда мы выступали, Россия, я имею в виду, выступала в мировых чемпионатах, были результаты сплачевные, скажем так И поэтому выявили такой метод, что ли, что их будут готовить в течение года То есть собирать несколько раз Да, несколько раз в год будут приглашать зарубежных экспертов международных и давать мастер-классы Да, помогать Ну, а в течение года мы будем стараться все, что можем и не можем передать Я точно знаю, что в 2019 году Казань будет принимать мировой вот этот вот чемпионат Ну, пока еще не точно решено Ну, они подали заявку и планируется, что да Все приедут к нам В смысле, к нам в России 202-11-22, телефон прямого эфира Звоните, задавайте свои вопросы Может быть, кто-то сейчас видит свою подругу, дочь Может быть, кто-то хочет чего-то сказать наставнику Наталье Владимировне Не стесняйтесь Ну, а я напоминаю, что у нас висит розыгрыш, да, Виктор? Да Мы разыгрываем билеты в Театр Самарская площадь на спектакль «Чайка», который состоится 28 мая 18.30 Вопрос звучит следующим образом В каком году состоялся первый чемпионат WorldSkills? Варианты ответов, их всего три 1945, 1947 или 1950 Звоните, сообщайте правильный ответ и получайте билеты в Театр Да, а Мележави тем временем нам принесла к эфиру фотографии всех практически конкурсных дней Я предлагаю их посмотреть, а вы уж нам рассказывайте, что мы видим на фото Кого, может быть, мы видим на фото и что, собственно, там запечатлено Вот это, я так понимаю, наша самарская делегация Да Не многочисленная, но яркая Я так понимаю, что все ехали с таким настроем, да, достаточно? Все ехали победить Ну, это открытие чемпионата Понравилось? Масштабно было? Да, очень красиво А нет ли информации о том, как вообще, сколько человек, например, участвовал в твоей компетенции? Ты можешь сказать? В моей компетенции было 11 участников 11 участников То есть ты лучшая вот именно в этом Я так понимаю, вот Замечательно Я, кстати, спросила, Мелезя, ты ходила там, у вас была форма такая? Она говорит, нет, я сама юбочку себе такую сшила, да, получается Прямо там? Нет Заранее? Заранее Ты понимаешь, вы там жили, да? Да Понравилось все? Принимали хорошо? Да, все было хорошо А какая-нибудь культурная программа была у вас? Проводились каждый вечер какие-то развлекательные программы А что вот мы кого сейчас видим здесь? А, это участники других компетенций Наши самарские Наши самарские Ну, ты познакомилась с кем-нибудь из участников других компетенций? Возможно, у тебя появился... Из самарской области очень много друзей появилось Общаетесь в социальных сетях? Да Понимаю, это твое рабочее место, да? Да, у нас каждый день было новое рабочее место Сама сойти, каждый день стресс, мне кажется Зарубьевки Кстати, Вить, мы когда готовились к эфиру, там были страшные для меня компетенции Вот как раз-таки одна из страшных компетенций появится у нас во второй части эфира Это электромонтаж И я как выяснила, что у нас еще есть медаль по холодильному оборудованию, да? Как правильно звучит? Не помните? Ну, тоже там что-то... Наладчик холодильного оборудования Даже по такой компетенции Наладка и монтаж как-то очень... А какие еще удивительные, может быть, компетенции? Наши маляры тоже заняли первое место Так, вот, пожалуйста В Самаре лучшие маляры, отличная реклама В Тольятти В Тольяттинской области И холодильные установки тоже Тольяттинские Здорово А у нас есть телефонный звонок, давайте принимать Алло Здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Людмила Людмила, очень приятно Людмила, вы любите театр? Очень Так, вы готовы принять участие в нашем розыгрыше? Знаете? Правильный, правильный ответ Ну давай, Виктор, проверяй Какой ответ нам даст Людмила? Три варианта ответа 1945-й, 1947-й и 1950-й Какой же верно? Когда же? В каком году состоялся первый чемпионат WorldSkills? 1947-й год Верно А это вы посмотрели где-то? Ну вообще ради интереса посмотрела, уточни Ну и правильно, действительно, это верный ответ В 1947-м году был первый чемпионат И как раз таки организован он был для обмена технологиями между Испанией и Португалией С целью скорейшего такого вот возобновления качественных международных отношений после войны Спасибо вам большое за звонок Отправляйтесь в театр Хорошего просмотра Вся Мартская площадь, да Хотелось тебя спросить Получается ли как-то совмещать работу и вот эти вот конкурсы Точнее учебу и конкурсы И куда ты собираешься, может быть, я не знаю Все-таки свой талант приложить Открыть свою студию, мастерскую Вот есть какие-то мысли? Как бы работу и утюгу тяжело совмещать, но пока все получается А пока в дальнейшем не знаю, чем конкретно буду заниматься Но буду двигаться в этой специальности Ну не удается меня ее на амбиции раскрутить Скромная такая Не хочется открыть свое дело Хочется, наверное, открыть А что? Хочется модельное агентство открыть Или именно шить просто под заказ что-нибудь? Не знаю еще пока точно Как бы есть везде свои нюансы Но хочется А уехать из Самары думала? Думала Ну не знаю пока еще А у тебя две медали висит на груди Расскажи, пожалуйста, про них Первая медаль это За первое место Это по России чемпионат проводился А вторая медаль за второе место Это чемпионат по странам СНГ Это когда был чемпионат? Это все в одном время было Да То есть она заняла второе место Именно еще и по странам СНГ Вот это да И как жить ты с этим? Что родители тебе сказали? Ну они поздравляли, очень рады, довольны Ты позвонила родителям первым когда? Мама что сказала тебе? Ну она была очень рада Мне кажется, это самые приятные для нее были эмоции И так далее А что теперь будут какие-то работы? Будут они что-то разрабатывать? Не знаю, готовятся как-то? Учить английский язык, как мы выяснили Учить английский язык это обязательно Потому что это стандарты WorldSkills А самое главное У нас расширяются компетенции Если раньше, то есть у нас по России проводилось 3 модуля Сейчас будет проводиться 5 модулей То есть нам еще предстоит работать Потому что мировой чемпионат подразумевает 5 модулей И нам придется двигаться вперед То есть кроме юбки, футболки и монтажа вашего манекена Добавится что-то еще сложное? Нет, получается там практически все то же самое Просто он разбивается на более распространенные штуки Крупные модули Более крупные и более мелкие модули Из крупных модулей им придется отшивать жакет в полном объеме И юбка у них меняется Она будет обязательно на подкладке То есть это дается на один день Например, на жакет На жакет дается 11 часов То есть получается полтора дня А на юбку дают всего 6 часов Но на подкладке А скажите, пожалуйста, как руководитель Что необходимо ученику, участнику для победы? Желание А как же работа, как же труд, как же талант? Она все умеет Талант у нее есть Желание у нее есть Все остальное приложится Это три Т, на которых стоит труд, терпение и талант Без которого, мне кажется, завоевать золото Тем более на таком масштабном чемпионате Ну, просто необходимо 202-11-22 Телефон прямого эфира Звоните нам Задавайте вопросы Ну и, конечно же, присоединяйтесь Мы будем рады вас слышать здесь у нас в студии Впереди у нас, кстати, еще тоже участники Ребята, которые рассказывают о своей уже с точки зрения мужской Уж ведь это тут тебе придется задавать им сложные каверзные вопросы Я же хочу спросить Часто ли к тебе люди обращаются Твои подружки Еще кто-нибудь Совет дать Подшить Шить что-нибудь Да Практикуешь ты это? Да Иногда бывает Сейчас в основном все время было уделено чемпионату Доготовки к нему Поэтому как бы Ну, люди обращаются часто Много желающих А не хотелось ли, может быть, тебе принять участие в еще какой-нибудь компетенции? Есть какие-то смежные области? Нет Только дизайн именно костюм Ну, да, получается Вот в России эта компетенция называется дизайн костюма А в мире она называется технологией моды То есть это немножко другое И там немножко другие принципы, понятия, положения А самое главное формы И еще, наверное, сама реализация тоже Ну, реализация это уже как бы итог Это мы будем видеть А пока у нас только в перспективе все это Самое страшное было То, что мы приехали первый раз и победили Это страшно? Это очень страшно Ну, мне кажется, тогда вперед только надо Когда приезжаешь на конкурс Не понимаешь, что к чему Это достаточно страшно Ну, это так вот А страха, наверное, и победила Да Успела поплакать Ну, девочкам Это святое Девочкам приявить Это же, мне кажется, вообще замечательно Можно даже каждый день для поддержания тонуса Скажи, пожалуйста, для тебя в мире моды На кого равняешься? Кто для тебя эти вот эталоны? Я не знаю, может быть, дизайнеры какие-то? Даже не знаю, но как бы на себя Стараюсь добиваться успехов Конкретно ни на кого не равняюсь То есть, допустим, там какие-нибудь Кристиан Диор или Шанель для тебя Не являются какими-то путеводными звездами Которых стоит равняться? Наверное, являются Но в основном я хочу двигаться сама Вот Это хорошо Зрителям как раз повезло Возможно, перед нами сидит Будущий известный модельер или дизайнер Да почему нет? Я всегда говорю Когда к нам приходит в студию Молодые, талантливые Они потом всегда возвращаются Рассказывают нам о своих успехах Я искренне желаю тебе, чтобы так и было Спасибо Пусть это будет Франция В следующий раз В конце концов, мир моды Как раз для этого и создан Искренне желаю побед Ну а вам, друзья, напоминаю Что мы работаем в прямом эфире И через буквально несколько минут В нашей студии появятся еще Участники чемпионата WorldSkills И что они нам расскажут Мы выясним уже совсем скоро Не переключайтесь В августе Ну потому что мы так любим ходить в августе Почему летом лучше? Потому что в офисе не сидеть в жаркую погоду Да у меня всегда отпуск У меня преподавательская работа Поэтому я летом имею в виду Это осень, когда грибы Когда такой здесь ящик идет Грибы Отдыхаешь на природе Само нормально А летом что в отпуск идти? На жаре только вот Загорать Летом Почему? Тепло Хорошо На Волге можно купаться Я думаю, что зимой В районе Нового года Ну потому что летом и у нас Как курорт А зимой холодно Сбежать от зимы В отпуск Мне кажется, где-нибудь В конце августа В начале сентября Ну не знаю Бархатный сезон Людей меньше На различных курортах И вообще в принципе Ну не знаю Потом приятное такое Как сказать Аккорд Такой Лету поставить Отдохнуть И все И в зиму работать В августе Почему? Потому что баланс Да, на 1 сентября Еще не началось Осенью Почему? Ну потому что летом У нас хорошо Летом Хорошая погода Можно куда-то съездить Путешествия Ну конечно зимой тоже хорошо Но кто больше Наверное занимается спортом То есть там Лыжи, коньки Я это не спортивный человек Поэтому мне лучше летом Стараюсь летом Потому что и ребенок После школы И дача Совмещать полезность Приятно Ну что продолжается Наш прямой эфир И с нами здесь Участники Мне кажется Самого масштабного По крайней мере Для них И для меня В том числе Чемпионата Который Мне кажется Принес очень много Золотых медалей Но и опыта Немало принес Это финал Национального чемпионата По профессиональному мастерству По стандартам WorldSkills И если сейчас У нас была номинация Точнее компетенция Дизайн костюма То здесь Компетенция Страшная Но мне кажется Для наших участников Вполне уже Родная и любимая Компетенция Электромонтаж Давай Виктор Представляй наших гостей Ну что же Дорогие гости Добро пожаловать К нам в студию Добрый день Перед нами Сидят Равиль Атласов Студент Самарского техникума Промышленных технологий Здравствуйте 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 Юлия Представь второго участника Все-таки мужчины И наш следующий гость Александр Викторович Гагарин Заместитель директора По учебно-производственной работе Самарского техникума Промышленных технологий Наставник Равиля Здравствуйте Добрый день Ну что С отличной фамилией Победная фамилия После Евровидения После первого полета в космос Я так думаю Что Наверное Наставника стоит спросить Потому что Перед Когда Перед Казанью Мы созванивались Все были А мы готовимся Мы переживаем Первый раз Я так понимаю Да В Равиль участвует В подобных конкурсах Или не первый раз Сам Равиль участвует Первый раз Для него был отборочный этап Это региональный чемпионат По стандартам Ворскелл Самарской области И полуфинал Национального чемпионата Участник конечно Имеет опыт Первый раз Я как эксперт Участвую уже не первый раз Я в прошлом году Ездил в Казань На второй национальный чемпионат Вот Тоже В этом году Это моя вторая поездка В Казань В качестве эксперта Равиль участвовал Именно Первый раз Именно В конкурсах Такого уровня Такого масштаба Ну Много было Вашей компетенции Народу Именно Участников На региональном этапе У нас было Семь участников На полуфинале Было девять участников Участники Были отобраны Регионами Потому что Каждый участник Прошел отборочный этап В своей области В своей области И на полуфинал Были представлены Лучшие Приятно слышать Мне кажется Даже Когда Начался полуфинал Эксперты Были просто В шоке За четыре часа Первого дня Был произведен Монтаж Второго модуля Где-то Процентов на 60 Именно Вот Равиль Ими всеми участниками Потому что Была интрига Сохранялась эта интрига Кто же будет первым На полуфинале До конца Третьего дня Конкурса Потому что Все участники Шли ровно Особо Каких-то замечаний К ним не было Вот Все ждали Конечно Каждый Из наставников Из экспертов Ждал Что именно Победителем Будет их участник Также я болел Переживал Ну еще бы Не болеть Не переживать Мне кажется Там уже Девчонки плакали Парни Наверное Просто там ходили На нервах Атмосфера Конечно Была достаточно Очень серьезная В течение Трех дней Поэтому мы старались Мы Победили в полуфинале И с удовольствием Поехали в Казань На национальный чемпионат На финал Равиль Ты не расстроился? Нет Расскажи Было трудно? Как же удалось тебе? Ну вот В Казани Было 12 участников Даже если сравнивать С побольше Это больше Естественно Как бы Были лучшие Из лучших А кто занял Призовые места? Казань? Татарстан? В большей степени Это Новосибирск Так Сибирь? Сибирь Почти все Взяла Сибирь И чем же они Так вот Превзошли Как ты считаешь? Ну Возможно Уже не первый раз Многие может быть Ездили Да Были участники Которые ездили Не первый раз Ну Возможно Действительно Дело в опыте Собственно Потому что Когда приезжаешь В первый раз Все таки Присматриваешься Присматриваешься Все таки Все равно Есть волнение От него никуда Не деться Волнуешься Ну У тебя не отбило желание Вот Может быть Пока Ты не в тройке призеров На следующий год поедешь Конечно Возьметесь? Однозначно За него Есть стремление К тому Конечно Отбор И конкуренты были Очень сильные Потому что В этом чемпионате Участвовал победитель Прошлого года Красноярский край Виталий Пантеев Вот Он ездил во Францию В Лиль Соответственно Мы как эксперты Как наставники Почерпнули очень много И для того Что на российском этапе Будет вводиться новый Модуль Новые компетенции Есть Возможности И нужно двигаться вперед Соответственно Подготовка Подготовка И подготовка У меня вопрос Девочкин Что же входит В компетенцию Электромонтаж Кто расскажет мне Чтобы я поняла Равиль Ну Простным языком Говоря Мы делали имитацию Ну вот Грубо говоря Есть квартира Так Это же хорошо Я уже понимаю В нашей жизни Знакомое слово Газира В нашей жизни Как бы все зависит От электроэнергии Большинство Нет цвета Все Есть розетки Есть выключатели Вот Кто-то же это собирает Вот это мы Мы производим Как раз Монтаж Вот этих всех розеток Выключателей Лампочек Система Да Конечно Там уровень Был совсем другой Там гораздо Было сложнее Какой был объект У вас какой-то Ну Имитация объекта Промышленный Можно сказать Уже уровень Какие-то новые технологии Вы использовали Для этого Технологии Лазеры Скажем так Ну Можно сказать Мировые То есть Ну вот По стандартам Именно мировым стандартам Да Мы равняемся на них Круто Вот я так подозреваю Что скоро Раз у нас есть Такие выдающиеся Электромонтажники Или как подсправим Монтажники Да Маляры Которые Выделились Установщики Холодильного оборудования Собрать бы все вместе И построить дом будущего В конце концов Будет мне кажется Красиво Весело И интересно А у нас Есть еще Задание Для зрителей Да Сегодня для заданий Виктор собственно Здесь и присутствует Давай рассказывай Следующее задание Для наших телезрителей Заключается в следующем На экране Вы увидите Кадры с фильма Из какого фильма Этот кадр Тоже проработающий Молодежь Кстати Вам необходимо Позвонить По номеру 202 1122 И сообщить нам Из какого же фильма Этот кадр А что получит человек? Получат они билеты В киновертикаль Билеты для двоих Поэтому если Вы не знаете Чем вам заняться В ближайшее время Обязательно Позвоните нам И вы получите дело Которым вы займетесь В ближайшее время Ну да В такую жару Только в кино И спасаться Кстати Собственно О жаре Я так понимаю Все таки Вы там что-то Как-то нагревали Не знаю Было жарко Или собственно Как-то ваше место Было оборудовано Какими-то удивительными Приборами Скорее был оборудован Стояли мощные кондиционеры В нашем павильоне И с точки организации Было вполне Все достойно А какие вообще Еще есть Удивительные Компетенции Которые может быть Тоже Достаточно такие Интересные Может быть необычные Кроме Для меня удивительный Монтаж холодильного Оборудования Это вот И что еще есть Может быть Какие Компетенции В этом году Во-первых Было очень много Компетенций По сравнению С прошлым годом Казань принимала 35 компетенций В этом году 58 Ну да Соответственно Очень много Новых компетенций Самарская область Представляла новую Компетенцию Это промышленная Автоматика Достаточно тоже Интересная компетенция Где есть Немножко Электромонтаж И программирование Вот Для меня Как бы Очень интересная Компетенция Это Мехатроника Мехатроника Это очень интересно Электроника Изготовление Прототипов Когда 3D принтер Печатает Бюст Владимира Владимировича Путина Вот Это все Создается В специальной 3D программе И потом Автоматически 3D принтер Изготавливает Прототип Это очень интересно Даже с точки зрения Наблюдения Очень Красиво Вот Ну это такие Технические Но много И гуманитарных Да Школьное образование Самарская область Тоже участвовала В этой компетенции Правда Вне конкурса Заняли второе место Есть чем гордиться Есть чем гордиться А у нас звонок есть Давайте принимать Алло Здравствуйте Здравствуйте Алло Как вас зовут? Меня зовут Светлана Светлана Очень приятно Светлана А кто вы по профессии? Я по профессии Менеджер Персонал Не хотелось ли Когда-нибудь Принять участие В каком-нибудь Конкурсе Профессионального Мастерства Еще раз Можно Очень плохо Слышно Ну смотрите У нас Электромонтажники Принимают участие В конкурсе Дизайнеры Принимают в конкурсе Участие А вот Если бы был конкурс Например Для менеджеров По персоналу Какое бы Может быть У вас там было Партийное задание Как говорится Что было бы Может быть В чем соревновались Хорошего при чем-то Что бы они были Думаю Думаю Смотрели Ну да Ну здорово Ну здорово Это вам и помогло Отправляйтесь в кино Билеты для двоих В Киновертикаль Ждут вас Спасибо большое Спасибо До свидания Встречались Было гораздо меньше Временные рамки В этом конкурсе Наверное Вот Что им нужно сделать Для того Чтобы туда попасть Что Как готовиться С кем общаться И как Соответственно Вести себя дальше В нашей стране Очень После Чемпионата WorldSkills Сейчас будет Активно Внедряться Так называемый Конкурс Профессионального мастерства JuniorSkills И в этом году На нашей площадке Проходил Помимо Конкурса Для студентов В возрасте От 18 До 22 Лет Проходил Конкурс JuniorSkills Для Детей От 10 До 17 Лет Был разброс 10 14 лет И 14 17 лет Что же они там Тоже сваривали Что-то Они Конечно монтировали Не такие сложные схемы У них были собраны Уже На Грубо так сказать 50% Стенда Им нужно было Собрать Схему пуска двигателя До собрать Собрать Нет Потому что аппараты Были уже расставлены Им нужно было Собрать электрическую схему Вот Первый день Они собирали Электрическую схему Пуска двигателя Имитировали Соответственно Напряжение Там подавалось Уже не 380 вольт 24 вольта Через специальные Понижающие трансформаторы И во второй день Эту систему освещения Не собирали Но тоже было Очень интересно Наблюдать Сейчас школьники Мне кажется Тоже если интересуются И как-то что-то читают Практикуют Они тоже Но для того Для того чтобы освоить Профессию электромонтажника Электромонтера Это должно быть желание Вот Без желания Не будет ничего Без страшного Мне кажется Нет Но все работы Выполняются без подачи напряжения Ты потом уже Когда твоя установка собрана А работа Когда взрослая жизнь Все равно Риски есть Но здесь есть работы Которые проводятся Под напряжением А есть работы Которые проводятся Без подачи напряжения Поэтому здесь Главное не перепутать Страшно Все равно Есть специальные Защитные средства Которые помогают Обезопасить человека От поражения Электрическим током У нас есть Телефонный звонок Алло здравствуйте Алло здравствуйте Юля Здравствуйте У вас вопрос Я готов ответить На вопросы Из кадра С фильма А мы уже К сожалению Да Мы к сожалению Разгадали Спасибо большое Завтра В то же время Звоните нам Будем еще Разыгрывать Попытайтесь Думаю Что тоже получится Ну что Наверное я думаю Стоит немножечко Резюмировать Наш сегодняшний эфир В нашей студии Побывали И мальчики И девочки Как говорится И дизайн костюма И электромонтаж Еще хочется поздравить Конечно С бронзовым местом Татьяну Сергеевичу Которая Получила Такое замечательное Признание Как раз таки В компетенции Кондитер Не кормила она вас Там конфетками Подкармливала Нет К сожалению Ну вот Не удалось Попробовать Но будем надеяться Что в следующий раз Когда ваша делегация Соберется на следующий год Компетенции Будут расширяться Ну что Пришло время прощаться Спасибо за внимание Всего доброго До свидания До свидания До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Кулакова